Всем привет! Вы на Канаде Friday School. Это школа экстрим вокала. Я являюсь ученицей данной школы. Меня зовут Ольга. И также являюсь лингвистом, преподавателем английского языка. И сегодня в гостях у Friday School у нас Андрей Ивашенко, вокалист группы «Шакран». Большое спасибо, что нашел время ответить на наши некоторые вопросы. Так, ну и основная тема у нас будет, не случайно я лингвист, это английский язык. Ну, и в основном мне вот интересно, как вокалист, который поет на английском языке, есть аудитория, ну и русскоязычная, и англоязычная, и всякоязычная, да, у вас, какое отношение, да, какие проблемы связанные с пением на неродном языке есть. Ну, давай с общего вопроса такого начнем. Как вообще изучал английский язык? Как понимаю, не с самого детства, да, он не является там родным, ты не билингв или билингв? Да, привет всем. Спасибо, что пригласили на этот подкаст. На самом деле, очень интересная тема для разговора. Это не просто интервью, это именно вот, именно подкаст о лингвистической составляющей вообще пения на английском языке в музыке. То есть это реально очень интересный такой и, скажем так, кропотливый вопрос. Вот, насущный, насущный, скажем. По поводу того, что, как я пришел вообще к английскому языку, это было, ты спросила, типа, не с детства ли? И я такой подумал, о, это, кстати, может быть подколкой. Типа, на самом деле, да, на самом деле я начал знакомиться с английским языком еще в садике. Вот, то есть я вот помню, у нас, по-моему, у нас была... А, вот, а, даже не воспитатель, там директриса, она была заточена под английский язык. И я вот помню, что это все начиналось, да, еще с тех пор, еще с садика. Затем меня... Затем я пошел в школу, которая, кстати, была через дорогу этого садика. Вот, и эта школа, она была тоже заточена под английский язык, специализирована по английскому языку. Кстати, да, этот подкаст, возможно, может смотреть моя учительница с первой школы, Наталья Стародуб. Привет вам, если вы смотрите. Спасибо за классную базу, которую вы дали. Вот. Затем после, после школы я пошел в колледж, затем в универ, и там уже английский был, ну, такой, не особо. Не особо я за это время успел как-то его, скажем, подзабыть. И, кстати, интересный факт, интересный факт. Лет в 14 я начал... Сейчас бы я такого не делал бы, честно. Это, возможно, даже как-то кринжово. Вот, но тогда я искал просто людей по скайпу, которые находились там в Канаде, в Штатах, просто-напросто их добавлял и просто писал. А потом мы созванивались и просто общались. На какие темы? На все темы. Вообще просто. Ну, типа, как жизнь? Ничего в школе? Вот. Ну, в общем, как-то так. С мужиками, которым там под 40. Вот. Я, кстати, так же делала, только Ваське. Еще тогда была Аська. Вообще, да, клево. Хорошо. Давай перейдем теперь именно к аспекту произношения. Вообще, было ли для тебя этой проблемой когда-то? Задумывался ли ты и сознательно работал ли над своим произношением? Ну, даже просто в речи, да, пока не касаемся пения. В речи я бы не сказал, что я над этим задумывался, так как в школах учат, ну, как бы такому европейскому, скажем, английскому. То есть это не прям американское произношение, не прям британское произношение, хотя, я бы сказал, более в бритиш, чем в американский. Ну, и как-то так. Я, на самом деле, действительно, я не задумывался, знаешь, вот я общался просто вот как любой европеец. То есть весь вот такой каста европейский-английский. Европейский-английский – это для меня самый простой. Вот просто. Вот. Ну, как-то так, да, я не задумывался. До того, как я начал петь, я вообще не задумывался. Теперь, собственно, перейдем к пению. Ну и когда вот у вас уже пошла какая-то популярность, в том числе зарубежная, надо было писать песни на английском языке. Ну вот здесь ты как-то уже сосредоточился на произношении, подумал, упражнения какие-то, может, артикуляторное делал, или как получалось, так и получалось. Смотри, я начал петь на английском языке в году так, в 2010-м, да, в 2010-м. У меня была первая группа, называлась «Синопсис». И я еще тогда уже начинал писать текста на английском и петь на английском, ну, точнее, скорее, типа, кричать. Но, опять-таки, на тот момент я вообще не задумывался, то есть, ну, мне вообще просто казалось, что у меня нормальный английский, как-то просто, и все. И меня не парили комментарии там в интернете по поводу того, что вот у вас какое-то там русскоязычное произношение и т.д. и т.п. Ну, я просто больше замечал таких комментариев от русскоговорящих, чем от англоговорящих. Вот, поэтому как-то мне это не парило. Уже в Шакране самом я больше стал уделять внимание произношению после записи первого альбома, после записи Эксдуса. Ну, точнее, это как бы первый альбом со мной, когда я уже присоединился. Вот. И, ну, на самом деле, как бы тоже самих комментариев о том, что там сильно русскоязычное произношение я от англоговорящих не видел, скорее, от русских, но все равно начал задумываться над этим. И в новом альбоме уже как-то я не делал никаких упражнений, но я как бы гуглил произношение некоторых слов, чтобы точно быть уверенным в том, как это все-таки произносится. Вот. То есть, но никаких, да, никаких упражнений. Я даже не знаю никаких упражнений, если честно. Мне кажется, мы обращаем внимание, знаешь, на русский акцент, потому что мы знаем, что вот русский акцент звучит вот так. Например, финские группы, там, например, тот же Найтвиш, Итария, она все время пела, все с финским акцентом, там у нее много, скажем так, фонетических ошибок, и никто особо не... Вот как раз из России, мне кажется, это и не замечал, и не писал. Профессиональная деятельность в основном на английском языке, да? А на русском языке пел когда-нибудь? Ну, или там для себя? Да, и как вообще ощущение, вот какой язык проще для пения у тебя, английский или русский? Или, может, украинский, да, еще у тебя, наверное? На украинском вообще не пел, честно. Да, то есть как-то не приходилось, да. А на русском пел, на русском пел, несколько фитов делал на русском. Давно. И один фит, ну, не так давно, где-то, наверное, год, 2018-й. Фит до сих пор не выпущен. Григорий Куликс, тебя, блин, фит. Офигенная песня, и мне очень понравилось петь на русском, потому что, короче, лингвистически, лингвистически тут, конечно, проще петь на английском. Ну, это, это, он, он сам по себе, он как-то более певческий, он воспринимается как-то, ну, прям изи. Вот поешь, и все, вот, все катится из тебя. Вот, русский мне ближе просто по душе, потому что я его все-таки понимаю не так поверхностно, а больше как нутром. И если какой-то текст глубокий, то ты его можешь эмоцией сильно воссоздать, то есть прям подчеркнуть эмоцию за счет того, что ты понимаешь этот язык, и ты понимаешь всю глубину написанного. В английском я такого не ощущаю особо. Вот, но разница огромная между пением по-русски и пением по-английски именно в том, что английский язык, он из-за того, что нет твердых гласных, ну, то есть они такие, они больше смазанные, больше как бы мягкие. Он мягкий язык, поэтому, да, в пении он легче. Я, кстати, думал на самом деле о том, что вот сейчас в последнее время пошла тенденция того, то, что те, кто поют на русском языке, они тоже поют на русском типа с американизированным произношением, знаешь, вот, и не только на русском. Я также слышал некоторые японские группы, которые, ну, в таком типа хип-хопном стиле, да, это даже не хип-хоп, типа новомодная попса, скажем, да, и они также, даже японский язык, они как бы внедряют в него английское произношение, и в итоге выходит так достаточно интересно, то есть ты даже не замечаешь, что это на самом-то деле японский. Ну, кстати, вот азиатские группы, ну, вот кей-поп, ну и даже там всякие джей-рок, джей-поп, они любят смешивать свой язык и английский. Ну, допустим, поют весь текст на японском, и тут в рифму подходит английское слово, и они вставляют. Вот у русскоязычных групп только в последнее время я несколько премьеров слышала таких. Как ты относишься к такому? Ну, вот сразу Wild Ways, да, у меня приходит на ум. Ну, наверное, кто-то есть точно еще, если подумать. Вот. Как ты относишься к такому смеси языков песни? Мне очень понравилось, как вот Wild Ways, и вот там прям четко, реально, рифма так классно подходит, то есть английская рифма под русские слова, то есть иногда это звучит прям очень выигрышно. Прям вообще класс. Иногда не очень в тему, но в целом я никаких плохих чувств к этому не испытываю, но я не уверен, что мы бы в Шакране это использовали. А вот если говорить про именно техники исполнения, ну, вот есть мнение, что, например, тванг, его проще делать на английском языке, но он оттуда пошел, потому что он такой английский язык более назальный, там есть назальные звуки, ну, и вот эту всю назальность легче делать. Замечал ли ты, может быть, какие-то такие особенности, что вот эту технику проще делать на английском, эту на русском, и там экстрим тот же вокал почему-то считается, да, что тоже, ну, у англоязычных групп как бы это легче, и само собой получается, ну, потому что, наверное, вот, опять же, это назальность есть некоторая в основе, а русский язык не очень подходит. Я думаю, что здесь назальность и еще та тема, что когда на русском языке говоришь, поешь, ну, как-то рот больше открывается, то есть, как бы с английским языком в целом можно абсолютно, ну, прям рот вообще практически не открывать, и из-за этого это тоже одна из, одна из тем, почему это легче, легче и в тот же экстрим, и все такое, плюс из-за того, что мягкий язык, не нужно прям настолько жестко все проговаривать, чтобы все было четко понятно, что ты там, о чем ты там поешь или кричишь. Я помню, что я испытывал сложности, я записывал кавер на Гаджиру, там песня L'enfant Sauvage, вот, и там я испытывал реальные сложности, потому что там слова такие, типа, so long, и все на о, на открытое о, и, короче, и это еще нужно, ну, на таком жестком драйве, типа, делать. Это не сам экстрим, это, как бы, экстрим с нотой. Вот. То есть я замечаю, что когда, что когда гласная немного более открытая, тогда это сложнее. Когда гласная немножко более закрытая, рот немного более закрыт, тогда это легче. Вот я с этим тоже связываю. Ну, вообще, если смотреть по фонетике, есть звуки, ну, открытые-закрытые, но есть еще передние, средние и задние язычные. Вот звук O, U – это как раз задний язычный, то есть максимально надо убрать все назад. Ну, и U, он для пения, особенно если мы высокую ноту, да, берем, он более сложный считается, потому что вроде как надо рот открыть, а чтобы сделать звук U, надо его, наоборот, закрыть и назад все убрать. Ну, а звуки типа там И, Э, они ближе вперед, ну, и мы когда поем, да, мы больше поставим себе звук всегда вперед, чтобы он более яркий был, поэтому они как бы попроще для пения. Вот. Поэтому, возможно, O вот как раз-таки из-за того, что надо было все назад убирать и тоже вызывало трудности. Тут я, кстати, когда такие штуки я испытываю, когда я слышу, так, какая-то нота, которая вот, она реально вот назад и все такое, я скорее ее просто немножко видоизменю и пущу больше вперед. То есть это тоже нормальная тема, просто немножко сделать такую подмену понятий в слогах. При записи песен не артикуляция именно английских звуков, а дикция в целом, насколько она важна, чтобы именно слова были понятны, чтобы они читались. Ну вот, и записываешь ты, например, думаешь, вот я здесь лучше перепою, это как-то не очень, да, получилось. Или специально, может, ты там с каким-то преподавателем отрабатываешь какие-то сложные места, чтобы они потом хорошо записались, как вот запись проходит. С преподавателем вообще ни разу не работал в плане произношения. Я скорее, знаешь, я бывает, что-то запишу, и если я в чем-то не уверен, то я сброшу каким-то своим друзьям, именно конкретно американо-говорящим, то есть, ну, прям, именно американцам, потому что, ну, в целом, основная аудитория — это с Америки, вот, и сбрасываю им и текст, и само произношение, вот, и просто жду фидбэка, вот, то есть, скорее так, но без преподавателей. Больше думаю о том, чтобы оно звучало выигрышно, то есть, если там вдруг я записал и какое-то слово немножко не так произнес, но вот в этом неправильном произношении оно более выигрышно звучит, то я его не изменю, вот. То есть, ну, как-то так я к этому отношусь. И в целом, но в целом, я считаю, что этому нужно действительно уделять внимание в плане именно произношения, чтобы, особенно если твоя аудитория больше американская, русского слушателя просто нужно удовлетворить твоим произношением американским, вот. Но в целом никто не вслушивается в текста, ну, это такая жизнь, вот. Все просто слушают, как это мелодично звучит, и вообще, как бы, как оно в пачке, как это, как произведение звучит. Вот. Для англоговорящей же, конечно же, нужно все-таки больше этому уделять внимание, вот, чтобы каждое слово было понятно, чтобы все было четенько. А в целом у вас преподавателем занимался когда-то? Ну, не произношением, да, не дикцией, а вообще вокалом, там, любым, чистым экстримом, брал какие-то уроки? Да, да. Так, да. Я в основном своем, я занимаюсь сам, вот. Но какое-то время я занимался у хорошего препода Алекса Шелеста, вот, который сейчас, ну, он по факту тренирует, наверное, всю, типа, ну, певческую, и не только певческую, элиту украинскую, вот. То есть прям человек, который умеет очень клево и очень глубоко внедрить осознанное пение, осознанное владение вообще голосовым аппаратом. Очень клевый чел. Вот. Помимо него я только занимался еще у одной преподавательницы давным-давно, там, ну, буквально там парочку уроков я походил, и все. Какие-нибудь лайфхаки или инсайды, которые произошли вот в процессе занятий с преподавателями, есть у тебя, что ты там не понимал, например, как там делать какой-нибудь звук, кто понял, и теперь можешь вот как раз осознанно и объяснить? Или не было такого? Было. Было, но я не помню, что. Черт. Потому что просто сейчас прошло много времени, и для меня это как бы, ну, абсолютно все стало обычным, привычным. Вот. Но там прям были моменты, я на самом деле вообще, вот именно с Алексом, на первое же занятие я к нему пришел, и он за час мне просто взорвал мозг. Все. Я такой, да ладно. Это типа абсолютно вот все это можно было контролить? Серьезно? Я помню, он классно объяснял в плане драйва и в плане вот ощущения того, что ты как бы двигаешь заднюю стенку по направлению вперед. Но я помню, что когда я именно ходил на эти уроки, именно делал именно вот эти конкретные конкретные темы, у меня реально классно получалось. Я такой, вау. Вот. Инсайты еще. Инсайты по поводу того, что высокие ноты это невысокие ноты в целом. Вот. И с ним мы доходили чуть ли не до свисткового регистра. Вот. Просто крутыми распевками и опять-таки пониманием того, как как-то все действует. Я, когда я до свисткового дошел, я помню, как-то на улицах просто иду такой на улице и что-то решил какой-то звук издать. И он у меня вышел абсолютно без никаких напрягов. Ну, если раньше, ну, я достаточно так напрягался, чтобы к высоким нотам пойти, то здесь я прям такой, ну, на изи. И прям это даже не высокая нота, это, ну, это свисток. Как раз касаемо высоких нот, это, получается, какой-то психологический был зажим? Или ты именно не понимал, как двигать мышцами? И вот тебе объяснили, и ты понял, и такой, все, теперь я классно могу делать. Это, типа, ну, как, я и раньше пел, ну, высоко, но я... Первое, у меня была проблема с опорой, которую я думал, что у меня все отлично с опорой. И я думаю, что это, кстати, одно из заблуждений очень многих вокалистов. Те, которые думают, что у них все норм с опорой. Когда я пошел к Алексу, я понял, что вообще нифига не норм. То есть я как бы не особо ее, как бы, контролирую. Да, у меня получается, но я особо ее не контролирую, и поэтому у меня выносливость была, ну, такая, не очень. Я помню, мы как-то, мы в туры ехали, и это, ну, очень жестко было, реально очень жестко. Сейчас же я в туры еду, и прям, ну, изи. У нас был последний тур на два с половиной месяца. Я буквально там, я не знаю, может, к третьему концерту, ну, хорошо так раскочегарился, и абсолютно весь, весь оставшийся тур у меня было все отлично. Ну, вообще. И даже при том, что я был заболевший, у меня была простуда, но такая простуда, она как бы не задевала мои голосовые связки. Если раньше при простуде я уже думал, что все, ну, как бы, хана, больше никаких репетиций, никаких концертов, как бы, что-то нужно отменять, то здесь я понял, что, а, ну, простуда, на самом деле, не так-то и плохо, пока это не заденет связки. Все. Правильные распевки, больше длительность распевки, то есть если я обычно перед концертами распеваюсь, может, ну, где-то полчаса, то при этой простуде я распевался каждый день по часу до концерта и, ну, нормально все вывозил. То есть единственная тема, которую нужно было при простуде сильнее контролировать, это как раз-таки та самая опора. Вот. то есть чтобы, ну, если ты выходишь, ты должен прям нормально давить и вот этот вот столб воздуха четко контролировать, то есть чтобы не было никаких продувов, чтобы все не пошло на связки. Ну да, многие считают, что экстрим-вокал он опасный, но на самом деле любой вокал опасный, там тем же белтингом можно вообще себе еще быстрее, чем экстримом срывать. Как раз-таки за счет вот этого воздуха лишнего, который идет. Да. Вот. И я там смотрела со всякими вокалистками, например, Spirit Box вокалистка, она рассказывала, как к туру готовиться. И она говорила, что она, ну, вот, сетлист их забивает в плеер, там, понимаете, или в телефон, и бегает, и поет это все. И вот так она готовится. И там Бьонсе то же самое, что она вообще с каким-то там парашютом за спиной бегает и поет. Ты как-нибудь так экстремально готовишься к туру, или нет? Нет. Я никак экстремально не готовился. Единственное, что это, ну, то есть, вместе с вокалом я ничего не делал. Единственное, что это, это кроссфит. Вот. То есть, просто спорт, поддержание себя в форме и поддержание, как бы, вообще мышечного тонуса, чтобы... На самом деле, это тоже очень помогает, когда ты вообще просто занимаешься этим спортом, и когда ты привык к тому, что ты делаешь движение, ты там прыгаешь, бегаешь и все такое, у тебя мало, ну, как бы, как бы ты не старался не напрягать, у тебя мышцы все равно будут напрягаться, и мышцы брюшной полости. Вот. Поэтому, я думаю, что это тоже как-то кое-как влияет. Вообще, перед пением очень клёво разогревать именно кровообращение своё, то есть, опять-таки, какая-то зарядка, спорт и т.д. и т.п., оно тоже способствует тому, чтобы петь было легче. И, ну, я могу с этим, в общем-то, согласиться. перейдём к русскоязычным, точнее, к группам, которые изначально русскоязычные, но поют на английском языке, и на их продвижение на запад, как ты занимаешься, продвижением, как я понимаю, ну, и своей группы, и других каких-то групп занимаешься или нет? Есть несколько проектов, с которыми мы сейчас договариваемся о такой теме, то есть, о продвижении, чтобы там тоже делать... То есть, я как бы больше, знаешь, создаю планы действий, ну, и дальше, как бы, двигаю по этим планам, то есть, как бы, правильно ли действие было выполнено, или, ну, как-то так. Ну, вот, скажи, наличие, ну, скажем, и русского акцента в пении, ну, и вообще то, что вы не из этой культуры, да, не из этой среды, как-то вызывало какие-то проблемы при общении с публикой, либо при общении, там, с какими-нибудь букингами, промоутерами, ну, лэбла, вы там общались с Америаном, у вас не получилось, но тем не менее, да, какие-нибудь проблемы вот такие возникали, связанные именно с происхождением, скажем так, и то, что не родной язык, и близкий. Именно по поводу того, что разная культура, культурная особенность на самом деле СНГ-шных групп, СНГ-шные группы их очень любят, очень любят европейские менеджеры, потому что они понимают, насколько, ну, например, европейская группа, она будет более склонна, европейская, американская, западная, она будет более склонна к тому, чтобы не поехать в тур на бусе, каком-то не сильно комфортном, в котором, в котором нет слиперов и все такое, то есть, нежели русская. Русская группа может сесть на велосипед, ну, ладно, сильно дебильное, наверное, сравнение, но, как бы, русская группа может сесть на какой-то вэн и в сидячем положении проехать тур на 30 дней, и она не будет об этом кричаться, типа, жаловаться менеджменту своему и т.д. и т.п. С европейцами в этом плане сложнее. Ну, я сам, на самом деле, сталкивался именно вот конкретно с такой, с такой темой. Поэтому культурная составляющая все-таки русско-украинских, СНГшных и тех, что мы все-таки можем выживать, понимаешь, в сложных условиях, это, наоборот, нашим очень большой плюс. Работа с залом, например, были какие-то такие? Работа с залом. Вначале, вначале было сложно просто переключиться, потому что, ну, там первые концерты, когда были, я обычно себе, ну, не выписываю какие-то там фразы и да, сценарий я себе не выписываю, но когда вот я стал на английском, я себе просто придумал несколько основных фраз, которыми я начинаю концерт, несколько основных тем, с которыми я говорю перед определенными песнями, вот. Вначале было сложновато, но скорее больше из-за волнения и из-за того, что английского языка в моей жизни именно разговорного, когда я просто коммуницирую с людьми, было меньше. Затем очень быстро привык и сложности возникали только в некоторых странах, там, где, там, где, наоборот, английский не сильно знают, вот. Например, в Китае, это, там вообще можно было не говорить, на любом языке это можно было говорить и тебя либо же, либо же скажут вааааа, либо же просто промолчат и не поймут, что ты задал вопрос. То есть, с моей стороны особо сложности не было. Единственное, что еще, это то, что мои ребята с Шакрана не слишком знают английский, то есть, они уже начали реально прокачиваться вот в европейском, в европейских уже турах, прокачивать первое, офигенно прокачиваясь понимание, вот, и Миша Исаев, я помню, тоже у нас был, когда в первом туре, перед первым туром я их прям заставлял общаться на английском между собой, вот мы прям идем, типа, на репетицию, я говорю, так, все, давай, сейчас мы просто общаемся на английском, и не важно, что, пытаемся как-то подобрать какие-то слова, подобрать какие-то другие обороты, чтобы собеседник тебя понял, и если вначале это было сложно, то к концу, а, вначале было сложно, первую часть тура они отправляли всех людей, всех фанатов, которые хотят поговорить ко мне, типа, вот, ему задай вопрос, он наш гугл, потом мы тебе ответим, вернее, либо же попроси его там перевести наш ответ, то к концу тура я уже, знаешь, это было вот прям, я помню, это была Бельгия, я был очень запаренный, там, с мерчом и со всем остальным, и просто как-то повернулся вот так в сторону, и вижу, а ребята сами общаются с другими людьми, я такой, боже, вот это, вот это мои дитки, это мои дети, короче, прям такое, прям радость испытал. Ну, а в целом, знание английского языка, как я понимаю, помогло вот выйти быстрее на европейскую, там, американскую аудиторию, найти там промоутеров, например, и, ну, насколько сильно это помогло. Очень сильно, потому что я, на самом деле, я не представляю, как бы я общался, как бы я выходил на те связи, которые у меня есть, без знания языка. Я, ну, то есть, это было бы только посредством Google Translator, то есть, таким сломанным телефоном, но да, знание английского языка очень и очень сильно влияет на то, насколько ты быстро дойдешь до какой-то задуманной цели, вот. Как ты вообще просто брал и писал промоутерам, например, что вот там мы такие-таки-таки-то хотим там поехать в тур, например, или как это обычно происходило? Вообще, сам процесс построения туров это такая тема. Изначально мы еще в 15-м году делали пост что вот мы готовы поехать в Европу, пишите нам на почту и мы там что-то согласуем. В 15-м году, конечно, мы никуда не поехали, и в 16-м никуда не поехали, и в 17-м никуда не поехали, и в 18-м тоже никуда не поехали. Вот. Но с того момента нам просто на почту начали писать письма уже изначально. Вот. И в 19-м году, когда вот я уже как бы начал заниматься группой, взял на себя эту ответственность, и начал все-таки отвечать на те письма, таким образом, у нас сразу раз и построилась первая часть тура. Когда мне уже нужно было дополнить эту часть тура, я писал в Фейсбуке по геолокации, просто искал людей, искал музыкантов по геолокации, затем эти музыканты, то есть у них я спрашивал рекомендации, то есть мне так-то можно найти любые, любые и абсолютно множество всяких промоушенов, менеджментов за рубежом, но классно, когда ты все-таки находишь что-то по рекомендациям, потому что ты точно знаешь, что вот с этими работали, тут не будет никаких проблем. Вот. То есть и после того, как мне уже давали несколько рекомендаций, то я начинал им напрямую писать, да, со словами, ну, как бы с таким небольшим пресс-китом, то есть что это за группа, если вдруг не знают, но в целом, в основном, все о нас знали и было достаточно просто договориться, вот, да. Давай к такой части перейдем, не совсем связанным с произношением, да, но тем не менее, тексты, песен, вот, ты пишешь сам тексты, как я поняла? По Бредеру тексты, песен пишет нам никто, они возникают, а, они у нас сугубо психологические и возникают спонтанно. К третьему альбому я чувствую, что я хочу сам писать, потому как уже все-таки накопился жизненный опыт, который хочется изливать и который хочется внедрять в эти тексты, даже при том, что эти тексты, они будут связаны с, далее, с той же самой, ну, с Египтом, это не будет прям сильно именно по мифологии, это будет, на самом деле, это будет очень интересный, очень реально интересный проект, новый альбом в плане этих текстов, вот, и в плане того, что мы именно преподносим этой всей идеей, поэтому, да, это будет, на самом деле, первый опыт написания именно альбома с моей стороны. я также писал некоторые текста на фиты, ну, вначале это было сложно, я только потом через какое-то время прям реально понял специфику и начал уже писать, да. А на русском писал? Кажется, да, но я почему-то не уверен. Короче, я на самом деле не, я на самом деле не тот вокалист, который, пока что, не тот вокалист, который полностью пишет абсолютно все, в плане там, вот эти все текста, но я к этому хочу опять-таки прийти вот в буквально ближайшем будущем, вот, как-то так. Ну, и существует некоторое такое мнение, что вот на английском проще писать, потому что якобы слова короче, рифмовать проще, а на русском там сложнее, длиннее слова, ударения чаще меняются, ну, вот, поскольку небольшой опыт есть все-таки у тебя, как тебе ощущается или зависит от идеи самой. Реально зависит от идеи и, скажем, мне на русском проще писать просто из-за того, что я его чувствую, поэтому, ну, то есть, это так же, как и писать какую-то, ну, прозу. Смотри, у меня подход такой, что мне интересно все завуалировано делать, завуалировано писать. Завуалировано писать русский текст лично мне намного легче, чем английский, потому что я не так много идиом знаю, то есть, как бы я знаю идиомы, но они не настолько у меня, прям, знаешь, ну, на подкорке сидят, поэтому какие-то сравнения даются немножко сложнее, то есть, их нужно обдумывать. Я не сильно, я не сильно прям думаю по поводу рифм, но когда заходит вопрос к тому, что вот я не знаю, что туда поставить, нужна какая-то рифма, то, ну, в целом, в английском проще, потому что произношение более, как сказать, вариативно, более, более пластичное произношение, поэтому в целом ты можешь подставить в рифму слова, которое не будет, не будет ни на каком сайте rhyme zones и т.д. и т.п., просто, то есть, ты можешь поставить то слово, которое все равно, оно будет подходить туда по ударению, по произношению, но скорее за счет того, что ты изменишь это произношение. То есть, в этом плане, в этом плане я соглашусь, что на английском проще писать, если же, но в плане того, чтобы четко давать посыл и передавать свои чувства, то, так как я не носительный, языка, мне это сложнее. Я соглашусь, ну вот у себя я пишу тексты на английском языке, ну хотя на русском у меня еще хуже получается, на самом деле, вот, но на английском я довольно много времени трачу на написание текста, потому что я там пытаюсь найти интересные какие-то слова, метафоры, и у меня тоже идеи там, ну вот сейчас я пишу как сказки, но я как бы через сказки с другой стороны смотрю и как бы современные какие-то проблемы или личные проблемы освещаю, ну то есть такое. Класс. На самом деле очень-очень прикольно, очень интересно. И знаешь, это поймут только, только мы вокалисты это поймем, потому что, а потом люди просто будут слушать. что-то там поешь, без разницы, да. Ну мелодия вроде прикольная, буду слушать, или, а, нет, стой, не буду слушать. То есть, знаешь, если вот мы пытаемся передать вот эту вот глубину, то по факту мы эту глубину передаем все равно самим и себе, вот, и кайфуем от того, что мы, да, у меня вышло. Ну, у меня есть теория, что, ну вот если говорить о русскоязычных слушателях, что те, которые любят текст, они слушают исключительно, ну, или в большинстве русские группы, вот, и вот часто можно увидеть, что, ой, текст, там, так важно, вот здесь вот хорошие тексты, в общем, тема вот этих текстов, она тоже очень популярна, там, ну, на Ютьюбе, опять же, среди музыкальных блогеров, а те, кому текст не важен, и больше важна музыкальная составляющая, я думаю, они больше имеют тенденцию англоязычную музыку слушать, потому что она как раз лучше, да, сливается с музыкой и не так отвлекает. Как инструмент. Это гипотеза, ты ее поддерживаешь или нет, за это нам придал, что это такое? Да, тенденция абсолютно, абсолютно такая тенденция есть, но тут также еще и зависит от самого проекта, то есть, если проект в себе несет вот эту, вот этот вот интересный вайб, я так могу про англоязычную группу сказать про группу Sleep Talkin, сразу скажу, я всех подсаживаю на Sleep Talkin, не было ни одного человека, который мне за это сказал, что я не благодарю тебя, все прям благодарят. Очень классная группа и очень классная такая мистическая, мистическая подоплека вообще, такой бэкграунд этой группы. Когда ты, когда ты себя подаешь с такой точки, люди будут больше тянуться к пониманию твоих текстов, чтобы глубже понять твой посыл, это как понимать Twin Peaks, то есть, это же не просто детективчик, то есть, это детективчик с вот этой вот мистической, иногда эзотерической темой, то есть, он глубокий, то есть, есть поверхностная тема, это детектив, и есть глубинная тема, есть более, скажем, средний уровень, где ты понимаешь, что вот есть сила добра и зла, а есть еще глубже уровень. И когда у тебя настолько все глубоко, ты начинаешь еще искать, а что же там все-таки они этим имели в виду? Это как, например, в песнях, если какой-то текст с большим количеством метафор, и ты даже не до конца можешь понять, а о чем же они все-таки имеют, что же они имеют в виду? И вот, кстати, я в Ютубе смотрел под Слиптокен, у них, Слиптокен, они, короче, выпускают каждую песню с визуалайзерами, вот, и внизу просто комментарии, очень много комментариев о тексте. Там, в общем, такой прикол, они как бы поют вроде бы как о божестве, которого зовут Слип, и о том, что человек чувствует себя, классно во сне, когда он с этим божеством, как бы, на одной волне, и чувствует он себя полным до того, как он проснется. И когда он просыпается, вот здесь уже все становится, короче, уныло, короче, хреново. Вот. И люди, которые воспринимают их тексты по-другому, они также пишут свою точку зрения, и эта точка зрения прям, ну, офигенная, то есть там они очень много описывают о том, что, о том, что во многих текстах прослеживается связь с потерей человека из-за болезни Альцгеймера. И также оказывается, что название альбома, которое у них, название альбома Sundowning, это оказывается одной из финальных стадий этого Альцгеймера. То есть, и оно тоже так, типа, а, может быть, об этом. То есть, когда настолько многогранные вот эти вот текста, люди, даже если английский язык и этот английский язык не твой родной, люди все равно начнут туда лезть. То есть, это еще помимо того, что есть тенденция слушать английскую музыку из-за того, что ты не особо чувствуешь и хочешь чувствовать текста, но также есть и другая сторона медали, что если этот текст все-таки очень глубокий, то ты будешь, будешь, будешь слушать эту музыку из-за текста также. Ну, там у них какая-то целая вселенная такая философская идея. Они создали свою религию. Прикинь, это крутая, не знаю, мечта. Может быть, не у всех такая мечта есть, у многих есть мечта просто, ну, типа, разбогатеть и деньги, яхты и все вот это вот. Вот. Но у тех музыкантов, которые все-таки хотят оставить след, прикинь, насколько охрененно оставить след тем, что ты как бы создал свою религию, и в которую, которую люди подпитывают, и которую, которую люди прям, у, у Sleep Talkin фанаты говорят одно классное слово, называется worship. То есть, ну, понимаешь, да? И это у них, у них везде так. Это вот, все комментарии у Sleep Talkin в инстаграме, это worship, worship. Типа, мы все, в общем-то, поклоняемся. Это, это, типа, вершина, короче. Мне это напоминает, я никогда бы было 16 где-то лет, я фанатела по Сети Seconds to Mars вообще просто жестко, и у них вот на первом альбоме тоже, они вот формировали эшелон, и там просто целые форумы, и мы сидели тоже в тексте, искали, там какие-то перевернутые фразы были в треках, их переворачивали назад, в клипах, да, там же Джаред Лето, он же актер, ну и как бы режиссировал сам клип, и там в клипах искали почему там это, что значит это, но это очень действительно затягивает и интересно, это, мне кажется, создает вот, если группе удается что такое создать, очень крепкую фанатскую базу. Реально, эта фанатская база, она будет с тобой до конца. Вот эта фанатская база, это вот, знаешь, есть те люди, которые услышали группу, они такие, о, прикольная группа, классно, заслушивают, например, там Дадыр альбом и забывают, когда выходит новый альбом, они уже типа не особо следят, а вот есть фанатская база, которая вот прям тебя рекомендует всем, вот блин, как я, все, я в сексе, короче, сори. Ну и раз мы такую философскую немного тему затронули, вот когда разговариваешь, ну или даже поешь на русском, либо на английском языке, внутренне меняется ли как-то твоя личность, то есть вторичная языковая личность, она, ну например, ты может быть на английском более какой-то жизнерадостный, общительный, на русском там более скрытный или не замечал таких изменений никаких с собой. Я замечал, типа, как голосовой актер, по факту, когда пою, есть у меня еще один проект, о котором пока нельзя разглашать, вот, и там тематика была, там тематика альбома тоже очень интересная, она темная по поводу такое, скажем, про чистилище, типа, между Раем и Адом, и вообще про то, про наш мир, про то, что, про темную сторону, скажем так, этого мира, и про темное такое восприятие, и мне в этих текстах, так как я больше такой, типа, жизнерадостный чувак, то мне там нужно было прям играть себя жесткого, и когда я прочувствовал, прочувствовал, и это все на английском, да, то есть, это, наверное, впервые, когда я реально прям прочувствовал английский текст очень жестко, свой, и я прям передавал вот эту вот эмоцию, эмоцию посыла, эмоцию посыла проекта, эмоцию посыла музыки, то есть, там было такое, типа, изменение, эмоци Leaving просто говорить так, я могу сказать, что есть какое-то изменение, если я, например, просто хожу по комнате и что-то напеваю, если я напеваю это по-русски, и если я напеваю это по-английски, иногда есть какое-то изменение, но это настолько неуловимая тема, которую я не могу объяснить, несколько уровней восприятия, то есть, это поверхностный уровень восприятия, просто как информация, Есть более глубинный уровень восприятия, и он делится на несколько тоже подэтапов. Когда ты просто это понимаешь сам, это абстрактное такое, абстрактное восприятие. Ты это понимаешь, чувствуешь, но еще не можешь этим поделиться. И нужно еще дойти до того уровня, чтобы передать это словами. То есть пока что то, что та неуловимая грань между английским мной и русским мной в импровизациях вокальных, когда я хожу по комнатке, это настолько неуловимая, что я не могу это передать все-таки словами пока что. Так, ну и о музыкальных предпочтениях немного. Какую музыку больше сам предпочитаешь, на английском языке или на русском? Вообще обращал ли какие-то внимание на то, что у тебя тенденция слушать больше англоязычной, либо русскоязычной, или может украиноязычной музыки? Или может есть какое-то разделение по жанрам, что, например, вот там, не знаю, металлкорд в основном англоязычный слушаешь, а там, не знаю, какую-нибудь поп-музыку можешь и русскоязычную послушать. Так как мне важнее все-таки посыл артиста, посыл музыки, то я вообще не распределяю это на языки, то есть в целом, если просто проект классный на русском, я слушаю его, классно на английском слушаю его, больше слушаю англоязычную музыку, больше слушаю англоязычную музыку по всем жанрам в целом, то есть у меня такого жанрового распределения точно нету. Слушаю просто то, что... то, что с крутым посылом, то, что не просто... не просто так, скажем так, сделано, вот. Ой, даже не так. Так, слушаю я все, что красиво и все, что мне западает прям сильно, а люблю и как хобби мое это находить какие-то группы, у которых есть действительно глубокий посыл. Вот, опять-таки, как слептокен. Вот. А так же, как Spirit Box. Spirit Box, особенно вот с последним клипом Constance, я прям на них просто абсолютно по-другому взглянул, как на... блин... как на музыкантов, которые творят искусство. Абсолютно полное. Аудиальное, визуальное, многослойное. Такое, что прям трогает до глубины души. И я очень согласен с ником Nocturnal'ом, есть один такой блогер в англоязычном ютубе, который делал реакцию на эту песню. И это было, наверное, один из первых раз, когда я посмотрел реакцию и такой, блин, вот эта охрененная реакция. И он там в каком-то моменте говорил, типа, блин, я не знаю, что мне делать, мне тут трясти башкой или плакать. И я такой, I can relate to that. Вот, то есть прям полностью понимаю его. Ну, у тебя, собственно, все проекты, получается, англоязычные, не было идеи русскоязычный какой-нибудь проект сделать? Нет? Если честно, нет. Ну, как бы, может быть, время это придет. Может быть, время это придет даже не так-то и в далеком будущем. Вот, но пока что, пока что не было идей таких, да, начинать русское. Спасибо большое за участие зрителям нашим, спасибо большое, что вы посмотрели. Получилось у нас такое длительное, достаточное интервью, но, я думаю, содержательное. Это подкаст. Интересно. Ну, это подкаст, скорее. Вот. Всем до свидания, подписывайтесь на канал Friday School, слушайте Шакран. Спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто слышал. И, да, всем хорошего вайба. Я надеюсь, что, я думаю, что мы, в принципе, за этот, за этот интересный, на самом деле, интересный подкаст передали кое-кое вайб. Так что, да, всем добра, всем хорошего настроения. Подписывайтесь реально на Friday School. Это крутые чуваки. Мне, кстати, тоже нужно будет, наверное, попробовать к вам на уроке тоже походить все-таки. И открыть новые горизонты и новые инсайты, о которых я все-таки смогу в каком-то из следующих интервью сказать. То есть, я смогу ответить на вопросы, какие же все-таки у тебя были инсайты по пению. А вот такие. Friday School дает инсайты. Всем спасибо, всем пока. Да, пока. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова